Вирусным стало видео адвокатов Трампа, которое они представили по делу по импичменту. Адвокаты сделали нарезку из видео на целых 13 минут, где демократические лидеры и звезды Голливуда призывают к жестокости против Трампа своих сторонников. Всем привет, меня зовут Лариса, мы находимся в городе Лос-Анджелес, я слежу за американскими новостями и американским ютубом. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы сразу же получать уведомления о новых видео. Поехали! Вирусным стало видео адвокатов Трампа, которое они представили по делу по импичменту. Адвокаты сделали нарезку из видео на целых 13 минут, где демократические лидеры и звезды Голливуда призывают к жестокости против Трампа своих сторонников. В видео нарезки вы видите и любимого Джонни Деппа, и Мадонну, и нового президента США, и нового вице-президента, и множество политиков и активистов демократической партии. На форумах сторонников Трампа обсуждают, что подобные видео не оставят вас добра и положительных эмоций, и во что может превратиться человек, который смотрит подобные новостные каналы ежедневно на протяжении многих лет. Я напомню, что эти люди дважды пытались обвинить президента Трампа в том, чем сами и занимаются. Для этого им пришлось отредактировать видеообращения Трампа, а также подделать даты и посты в Твиттере. Подделки были уличены адвокатами Трампа и представлены на слушаниях в Сенате. Республиканская партия направила обвинительное письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, где они требуют ответа на вопрос. Почему Пелоси отклонила предложение Трампа о предоставлении национальной гвардии на митингах в Вашингтоне 6 января для обеспечения порядков? Мы с нетерпением ждем слушаний в Верховном суде Сидни Паул по Мичигану 19 февраля и Лина Вуда по Джорджии, а также 26 февраля по Висконсину и Аризонии. В нескольких штатах США, Германии и Мексике миллионы людей остались без электричества. В Техасе людям пришлось ночевать в обогреваемых машинах. Сбой электричества произошел из-за сильных морозов и рекордно низких температур за последние 30 лет. Это нарушило работу солнечных батарей и ветряных мельниц, которые частично вырабатывали электричество в регионах. Сторонники Трампа вспоминают Леонардо Ди Каприо и его речь на церемонии вручения Оскара о глобальном потеплении. Пока же мы наблюдаем рекордно низкие температуры на матушке земли. Подпишитесь на канал и напишите свои мнения в комментариях. Всем пока!